В двух словах, чем мы занимаемся, Experience Lab – это команда таких, знаете, мы называемся фанатиками людей, которые создают новый опыт в компаниях. И причем мы новый опыт создаем не только для клиентов, мы создаем новый опыт и для сотрудников, и вообще новый опыт того, как можно компанию управлять и как делать компанию саморазвивающейся. У нас есть такие интересные ноу-хау. Со мной сегодня партнер мой, Ирина Кутенева, она училась в Стэнфорде. Вот это все дизайн-мышление, сервис-дизайн, это сейчас такая модная тема. В общем, мы этим занимаемся, но мы это внедряем в компании. Немножко похвастаюсь, мы написали учебник по дизайн-мышлению для Сбербанка. Греф этим жутко гордится, потому что теперь это культура Сбербанка, и по итогам 2014 года Сбербанк признан самой клиентоориентированной компанией на рынке России. Поэтому мы немножко к этому руку приложили. И сервис-дизайн за углом. Почему мы называем его за углом? У нас много есть вариантов, но один вот сегодня точно про это. Смотрите, мы все привыкли уже тратить деньги на брендинг. Есть куча форумов по брендингу. Мы все привыкли тратить деньги на красивую рекламу, на красивые вывески, на логотипы, какие должны быть магазины. Но есть то, на что мы пока мало тратим деньги, это на чувства наших покупателей. И на мой взгляд, лояльность, дружба, отношения, любовь, это все на уровне иррационального, это на уровне чувств. Так вот, сервис-дизайн – это некие инструменты, которые через эмпатию, через понимание того, что ценно и важно для ваших клиентов, чего они боятся и чего они хотят, позволяют вам создавать эти сервисы, которые в конечном итоге действительно вызывают чувства. Потому что, я считаю, мое личное мнение, что чувства – это не то, как мы реагируем на мир. Чувства – это то, как мы создаем мир. Потому что, если я вас люблю, я создаю с вами любовь. Если я вам рада, то я создаю с вами радушие и дружбу. Мы для себя сделали следующее определение. Что такое сервис-дизайн? Это опыт, создающий отношения, опыт, создающий чувства. Опыт, который действительно, знаете, на уровне чувств всегда вызывает вот такую улыбку. При этом мы не боимся боли и тех проблем, которые есть у клиента. Потому что, проходя через боль, у человека как раз и возникает вот этот новый опыт. То есть, если у него боль, и он туда не идет, опыта нет, взаимоотношений с компанией нет. Если есть боль, и он туда двигается, для него это могут быть новые открытия. Ну и, конечно, мы всегда смотрим о том, кто же наша персона, кто тот человек, ради которого мы вообще в это путешествие отправляемся. Первое, что мы делаем всегда, мы начинаем с персоны, в обратном порядке. Мы всегда считаем, что мы знаем своих покупателей, все вот эти статистические данные. Сейчас даже вот можно попросить организаторов, они мне выдадут статистические данные, какой средний возраст, какое образование, там сколько мужчин, сколько женщин. Но закройте глаза, пожалуйста, все. Закройте реально глаза. И скажите мне, какого цвета сегодняшний ваш день? У кого какой день сегодня по цвету? Зеленый, еще у кого какой? Оранжевый, еще у кого? Синий, желтый. Смотрите, статистики недостаточно. Потому что на то, как вы воспринимаете сегодняшний форум, в том числе влияет очень много факторов, которые находятся за пределами статистики. И эти два фактора, они для нас укладываются в очень простую модель. У каждого из вас свои ценности в жизни, и у каждого из вас свои заботы. И у вас еще есть, конечно, и привычки, и прочее, и прочее. Но так или иначе, мы для себя в сервис-дизайне определяем, что ценности человека, то, что ему важно, то, что он любит, вот ради чего он живет, и то, над чем он сейчас работает, то, что его заботит, и определяет его восприятие. Кто-то из вас пришел, потому что начальник сказал, нам надо что-то новое по лояльности. Кто-то пришел, потому что собственник думает, нам нужно что-то делать, продажи не растут. То есть вот эти заботы у всех разные, и восприятие разное. И у всех разная история. И вот из этой истории у нас возникает очень четкое понимание, что сервис, который уже содержится внутри этой истории, он состоит из трех частей. Первое. Это решение проблем человека, которые связаны с ремонтом, но еще не связаны конкретно с магазином. То есть это может быть дизайн, это может быть какие-то идеи, это могут быть какие-то бригады. То есть еще до того момента, как человек пришел в магазин, он уже, у него есть проблемы, с которыми мы можем работать, на основе которых выстраивать отношения. Второй блок, это непосредственно, то, что сейчас модным словом называется кастома джорней, это точки контакта с вашей компанией. И в принципе, очень часто клиента ориентированность замыкают на точках контакта с вашей компанией. Да, говорят, постройте покупательский путь, определите точки контакта с вашей компанией, и сделайте для клиента очень удобной вашу компанию. И третье, что мы говорим, это некие впечатления и ощущения, которые, ну вот, Ирина это называет little extra. То есть это то, что человек не может осязать. Смотрите, сегодня мы пришли с вами на форум. Первое, я очень такой осязательный человек, я говорю, тут какой-то специальный аромат. И Таня мне говорит, да, это аромат нашей конференции. Я такая думаю, вау, конференции есть аромат. Окей, дальше. Играет джазовая музыка. Это little extra. Вначале вы ее воспринимаете, потом вы перестаете это слышать. Но вы отметили, что тут живая музыка. Тут есть фотографы, тут есть какая-то вот стилизация. И вот эти little extra, это то, что не относится к тому, чтобы решить вашу проблему. Или это то, что не относится к сайту, где вы регистрировались на эту конференцию. Но это то, что незримо останется у вас в памяти. И мы тоже занимаемся проектированием вот таких little extra.